Двойной контроль. Поручение главы города по ремонту дорог в сельских округах в зоне особого внимания депутатов. Начали от горбольницы и идем по Крымску. Работает одна покрасочная машина. Весеннее преображение Анапы. Городские коммунальщики наращивают темпы работ по благоустройству города. Всегда лучше увидеть, чем сто раз прочитать. Пощупать своими руками. Вертвочинг или любовь к природе, которая прививается с детства. В заповеднике Утриш проходят уроки орнитологии. На какую сумму сократился муниципальный долг и с какими результатами отработала контрольно-счетная палата? Ответы на эти вопросы прозвучали на очередной сессии Совета муниципального образования. Глава Анапы Юрий Поляков принял участие в работе депутатского корпуса. 44-е заседание Совета было посвящено работе муниципалитета с финансами. В первую очередь депутаты утвердили дату публичных слушаний. 18 апреля на обсуждение вынесут вопрос исполнения бюджета за 2017 год. Решением сессии также утверждены изменения в бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Сумма муниципального долга сократилась на 37,5 миллионов рублей. Кроме того, по поручению главы Анапы сокращены расходы на обслуживание долга. Председатель контрольно-счетной палаты отчиталась о работе ведомства в 2017. Проведено 35 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Проверки прошли в 12 структурных подразделениях администрации. Объем проверенных средств составил 208,7 миллионов рублей без учета внешней проверки, отчета об исполнении бюджета. Проведена экспертиза проекта решения Совета о местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. В прокуратуру было направлено 8 актов проверок. В администрацию 6 представлений об устранении выявленных нарушений. Глава Анапы прокомментировал, эффективное расходование бюджетных средств – задача, которую он ставит перед каждым подчиненным. Независимый аудит просто необходим. Вопросы такие очень серьезные, но они необходимы для муниципалитета, для дальнейшей работы. И это как бы наводит нас всех на те решения, которые мы в рабочем порядке, органы исполнительной власти, принимают это и по кладбищам, и по домам. То есть у меня тоже как бы были вопросы, я давал поручение привести все это в порядок. Сейчас эта вся работа ведется, чтобы у вас какое-то понимание было. Так что хочу поблагодарить за те решения, которые вынесли. В станице Гостогаевской решили проблему с подъездами к детскому саду «Березка». Раньше детям и родителям приходилось сначала ехать, а потом и идти в буквальном смысле слова по грязи. Решить проблему станичников поручила глава города-курорта. Эту площадку перед детским садом «Березка» отсыпали буквально на днях вместе с участниками улиц Октябрьской и Анапской. На эти цели потребовалось около 100 кубометров щебня. Станичники обратились к главе города-курорта, потому что ситуация напрямую касалась здоровья и безопасности детей. Дети и родители приходили в детский сад грязные, недовольные, постоянно жаловались, потому что не было дорог. И мы очень благодарны главе администрации муниципального образования города-курорта Анапа Полякову Юрию Федоровичу. И очень благодарны нашему депутату за то, что так оперативно, так быстро нам оказали помощь. Сейчас дети приходят чистые, родители довольны. Как сообщили в городском управлении ЖКХ, в программе ямочного ремонта улиц также больший акцент на сельские территории, чем в минувшем году. Работы запланированы в станице Анапская, селе Субсех и поселке Цибанабалка. Щебень же выделяется в постоянном режиме. Его распределяют сельские администрации по решению общественных советов. Я думаю, что те темпы, которые взял глава, мы видим, что 2 марта им же было выделено достаточное количество объема щебня. Были отсыпаны две улицы. Это Кубанская улица и улица Школьная, тоже где-то в пределах километра 200. И думаю, что если с такими темпами мы будем идти, в ближайшее время значительно порешаем проблемные вопросы станицы Гостокайской. Никита Бойко, Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Анапа продолжает готовиться к майским праздникам и курортному сезону. Специалисты ремстроя приводят в порядок территорию города. Сегодня на набережной продолжается монтаж нового ограждения, а на центральных улицах коммунальщики начали обновлять разметку на пешеходных переходах. За ходом работ следили наши корреспонденты. Работы по демонтажу старого и установке нового ограждения на верхней набережной идут полным ходом. На данный момент уже установлено почти 900 метров современного антивандального забора. Сейчас работы ведутся уже в районе городского маяка. Это очень прекрасно. Мне кажется, что она будет очень долго стоять. По сравнению с тем, что было, это вообще отлично. Главное, чтобы лет 40 хоть простояло. Масштабные работы коммунальщики развернули и в центре города по покраске пешеходных переходов. На один такой перекресток улицы Крымской уходит порядка 100 литров дорожной краски. Сразу после распыления на свежий слой наносится специальный светоотражающий порошок, который сделает зебру заметной в вечернее и ночное время суток. На один переход коммунальщики тратят не более 10 минут. Еще через 20 дорога в месте покраски становится пригодной к дорожному движению. И это только начало основной работы в этом направлении. Всего предстоит покрасить в пределах 600 пешеходных переходов общей площадью где-то 1900 квадратных метров. Это только центр города. Начали от горбольницы и идем по Крымской. Работает одна покрасочная машина, две машинки, работает одна бригада. Для того, чтобы завершить все работы, у коммунальщиков осталось менее месяца. По поручению главы города Юрия Полякова, все пешеходные переходы должны быть обновлены до 1 мая. Руслан Душевский, Анапа. Регион. В городском театре чествовали тех, кто посвятил себя искусству. Работники культуры принимали заслуженные поздравления от руководства города. В этой отрасли работает почти тысяча человек, 90 из которых вчера получили свои заслуженные награды. Праздник начался с эффектного лазерного шоу. В зале городского театра собрались представители самых творческих профессий. Музыканты, певцы, театралы, хореографы, библиотекари, педагоги, руководители учреждений культуры. Эти люди сохраняют для будущих поколений традиции и культурное наследие страны. У нас по району в течение 2017 года прошло более 8 тысяч мероприятий. И те отдыхающие, которые к нам приезжают, они уже привыкли, что здесь не просто отдых, здесь еще, как я сказал, праздник. Я хочу поздравить с праздником всех, кто в зале, всех, кто на сцене, всех, кто за кулисами, всех с праздником. Счастья, удачи! Спасибо вам большое! Торжественную церемонию продолжило чествование лучших из лучших. Шквал оваций вызвала новость о том, что директору Анапской детской художественной школы Сергею Сахно присвоено звание заслуженного работника культуры Кубани. Почетными грамотами и благодарностями Министерства культуры Краснодарского края главы Анапы и председателя Совета города-курорта наградили как действующих работников, так и ветеранов отрасли. В 1977 году я переехала из Волгограда. Совхоз в ЖМТ был. Взяли меня завклубом, цыбану балку. Вот я там проработала 25 лет. А потом ветераны присвоили меня совхоз в ЖМТ и забрали меня в ЦНК «Родина». Там я проработала 15 лет. Работаю уже 14 лет. Я люблю детей. И мне нравится видеть результат их успехов. В принципе, они мне каждый день дарят радость. Я с детьми нахожу лучше общий язык, чем со взрослыми. Мне с детьми нравится. Особо тепло. Гости и зрители праздника приветствовали начальника управления культуры Марину Мельникову. Накануне она стала победителем краевого конкурса профессионального мастерства «Жизнь моя культура» в номинации «Лучший руководитель управления культуры муниципального образования». Конечно, это не моя заслуга. Это заслуга нашего большого, дружного, профессионального коллектива. Это ваша заслуга. Давайте поаплодируем всем нам. Спасибо вам. Праздник прошел в атмосфере добра и взаимопонимания. Вокальные таланты Анапы подарили зрителям творческие номера. А завершился вечер концертом легендарного Биг Бена имени Георгия Гораняна. Руслан Душевский. Анапа. Регион. В Анапе набирает популярность birdwatching. В переводе с английского наблюдение за птицами. Появились туристы, которые специально приезжают, чтобы посмотреть на жизнь пернатых, на лиманах и в лесных массивах. Весной жилье можно снять сравнительно недорого. Это как раз время, когда у нас гостят птицы, летящие с юга на север России. Сотрудники заповедника Утриш научили первоклассников азам birdwatching. Первоклассники нашли улитку. Убедились, что живая. Отпустили. Рядом божья коровка. О, какая миленькая. Мне ехать. Процесс познания. Оказывается, что вокруг столько интересного. Сотрудники заповедника Утриш помогают расширить горизонты. Рассказывают, как пользоваться биноклем. С его помощью можно издалека заметить птицу и понаблюдать за ней, не спугнув. Даже привычные воробьи или вороны вдали от человека ведут себя по-другому. Всегда лучше увидеть, чем сто раз прочитать. Пощупать своими руками, побывать на природе и столкнуться с какими-то природными объектами вживую. Детям гораздо интереснее и полезнее, наверное, чем увидеть те же птицы на картинках в учебнике. Это скопа. Вот смотрите. Да, еще интересно эта птица тем, что эта птица питается рыбой. Прекрасный рыболов и основной вид ее пищи – это рыба. С скопу орнитологи выбрали птицы наступившего года. Она занесена в Красную книгу не потому, что их осталось мало, а потому, что это единственный представитель семейства скопиных. Как раз в это время эти птицы гостят в Анапе, направляясь на север. Ее можно встретить. Она редкая, конечно же, но можно на пролете встретить. И она особенно еще тем, что она очень похожа на чайку. Это как бы крупная чайка. Если вы увидите ее высоко, то у нее крылышки как буква «М». И окраска у нее своеобразная. То есть внизу она светлая, а сверху темная. Интересные экземпляры в Анапе можно встретить прямо в городской черте. Татьяна Ливеровская показывает черношейных поганок. Это еще не успела сменить брачный окрас. Но самое редкое – белое. Это называется леуцизмом, когда животное альбинос, но лишь частично. Татьяна живет в Санкт-Петербурге. Приехала в отпуск на пару недель погулять вдоль рек и лиманов. По профессии бухгалтер уже пять лет фотографирует птиц. Потому что цифровая фотография стала очень доступной. Я начала с обычных сюжетов – город, семья. А потом потихоньку перешла на природу и теперь снимаю только птиц. Они мне очень нравятся. Они красивые. Они летать умеют. Из улова начинающих наблюдателей за птицами в основном – голуби, вороны и чайки. Задача взрослых – показать путь конструктивного взаимодействия с природой. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. В Центральной библиотеке подвели итоги конкурса поэтов и чтецов «Подснежник». Участников было больше, чем в прошлом году. Некоторым из них по 10 лет, но они уже читали стихи собственного сочинения. Также озвучали произведения взрослых поэтов, в том числе и из Краснодарского края. В деревеньке, под тесовой крышей, в зыбке, что подвешено на штык. Скоро все окрестности услышат самый первый мой горластый крик. Стихотворение «Обручение» Владимир Архипова читает Артемий Карин. Анна Новокшонова читала собственные стихи. Сейчас ей 10 лет. Первое стихотворение она написала, когда ей было всего 5. По берегу, невзирая на волны сильные, шла девчонка, красивая, как в кино. И в руках у нее что-то светилось, что-то важное охраняли ладошки ее. «Какую нож унесешь ты?» – спросили девочку люди встречные. И разжала она ладошки. «Обручение» – это сердце русской земли, молодое и вечное. В этом году на предварительный этап записались около 50 юных анапчан в возрасте от 7 до 18 лет. 35 из них приняли участие в финале. Отдельно никого не выделяли, все получили дипломы. Краевые благотворительные акции «Пасхальный звон» присоединились воспитанники детского сада «Волшебная страна». В преддверии Пасхи педагоги организовали праздничный концерт. В нем приняли участие не только малыши, но и их мамы. Они проявили себя как артисты и мастера прикладного искусства, создав своими руками пасхальную выставку. В каждую поделку вложена частичка добра. Корзины и пасхальные яйца дети декорировали вместе с родителями. На базе учреждения стартовала программа «Твори добро с детства», в рамках которой ребята оформили тематическую выставку. По словам педагогов, поделки просты в исполнении, но станут отличным элементом декора в праздник. Сначала мы надували шарик, потом его обтягивали вот такими ниточками, вскрывали лаком, потом шарик сдували, и в общем получалась такая вот форма, мастер-класс. Праздничная программа приурочена к краевой благотворительной акции «Пасхальный звон». В концерте приняли участие воспитанники сада из трех подготовительных групп. «Творить добро» их учат с детства. «Творить не подливаешься с нового дня, самая счастливая в это утро я». Хочу выразить большую благодарность родителям и педагогам, которые участвовали в данном проекте, в данном мероприятии. Хочу пожелать всем здоровья, добра и в преддверии, опять же повторюсь, этого праздника, пусть хранит нас всех Господь. Подготовка к Пасхе продолжается. В детском саду запланировано еще несколько программ, а на один из концертов будет приглашен батюшка, чтобы рассказать ребятам о традициях светлого праздника. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа-регион. Великий четверг, Страстной Пятницы в народе прозвали «Чистым». По преданиям, в этот день Христос омыл ноги своим 12 ученикам. Так он показал свою цель – служить людям. Этот день считается одним из важнейших в Страстную неделю, а вода, по поверьям, обладает целительными свойствами. В «Чистый четверг» было принято всей семьей ходить в баню и поддерживать тело в чистоте. По поверью, даже вода становится лечебной, и если умыться ей из серебряной посуды, можно получить заряд бодрости и здоровья на весь год. Перед Пасхой порядок нужно навести и в доме. «Чистый четверг» – последний день уборки. Однако главное в этот день для прихожан – причащение в храме. Ведь в Великий четверг, День Святого Причастия, они могли стать ближе к Богу. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. И еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ